Оксана Гаврилевна, Ваш отец родился в Батаринском наследии Мегина-Канглазского Улуса. Что он рассказывал Вам о родителях, о семье, да и вообще о Ваших предках? Да, вот папа родился в самом таком таежном, глухом углу, можно сказать, Мегина-Канглазского нынешнего района, в самом холодном его месте, как он рассказывал. Там растительность довольно-таки, лиственница, берез нет, все очень холодно зимой, самые холодные там температуры были. И растительность такая была очень небогатая. Поэтому в годы войны, когда было неурожаи, то очень трудно там жилось. Большая смертность была среди детей. Мегина-Канглазский 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 пять лет, когда она ушла из жизни. И они были очень такие добрые люди, покладистые, совсем не конфликтные. В семье было очень много детей, но выжило во всех этих вот годах суровых. До зрелых лет дожили только трое. Папа, его старший брат и сестра старшая, намного старше их. И остались племянники от сестры, у которой муж на фронте погиб. И папа после третьего класса вынужден был учебу бросить, чтобы смотреть за ними, потому что раньше все работали же в колхозе, и труд был тяжелый, за детьми мало смотрели, и дети погибали даже от недосмотра просто, от болезней. Вот, и он племянников своих воспитывал, можно сказать, а сестра работала. Старший брат уже учился и в город подел, он уже поехал учиться. А папа, он был очень веселый, несмотря ни на что. Самый был такой, заводил среди молодежи. 16 лет стал заведовать клубом даже сельским. Сам рисовал, очень хорошо рисовал, оформлял клуб. И, в общем, самодеятельность себя практически на нем держалась. Как-то от природы у у него сразу было такое вот... Очень сплачивал людей он всегда, как-то молодежь. И потом у него такая энергия была неуемная, что он, конечно, не мог ужиться. А по рассказам старшего брата, он очень хотел в Якутск, потому что в Якутске же были в городе театры, кипела жизнь, и вот он очень хотел уехать. ПЕСНЯ Он очень всегда тепло вспоминал те годы. Потому что раньше как-то было очень... Люди были такие веселые, сплоченные, они жили своими интересами там. И радио уже начало тогда работать. Телевидения, конечно, не было в те годы. И в детстве он вообще работал, как все тогда дети того поколения На колхозных работах очень рано Хлеб собирали Тогда снабжения не было совсем из центральных районов Хлеб выращивали как могли Он родился такой очень скудный Но все равно сажали его в военные годы И как-то вот очень голодно жили, но весело Рассказывал ли ваш отец о своем детстве? И каково это жить талантливым ребенком? Ну, тогда, видите, как-то не было такого понятия, что вот талант, не талант Просто вот какой человек был, такой он проявлялся сам по себе Про артистов тогда и сильно не знали, наверное Но вот самодеятельность была, конечно И старшие, и его родственники Был такой Семен Мучин, который вернулся с фронта Он был очень такой талантливый тоже сам Алан Хасуд Вот он, как бы старший его родственник был Тоже очень большую такую известность имел в Улусе И вот так вот постепенно как-то Многие же пели тогда в то время Сахалы вот как-то свое Кто как мог Как кому талант давался В общем, папа вспоминает Что он, когда уже лет шести был, он выскакивал из-за занавески за печкой И уже как артист себя чувствовал, что-то декламировал даже маленьким детям Шестилетний мальчик О трудностях рассказывал, но вскользь В основном как-то вот о том, что Все были такие Очень сплоченные люди Доброжелательные Общительные Наверное, это помогало переносить те вот Тяготы, которые Тогда были В жизни Гаврил Гаврилович был очень талантливым человеком Но можете рассказать, каким Было он отцом? Как отец он был Ну, почти все Вот Как бы, да Люди того времени Тем более отцы Они всегда хотят своим детям Самого лучшего И вот Так как он сам остался в раннем возрасте Без матери Отец тоже уже был довольно-таки Таких зрелых лет Потому что папа был самым младшим ребенком Вот И отец уже был пожилой И папа, став отцом, конечно, очень Пытался создать уют Долго у нас не было своего Угла, своего жилья в городе Я вспоминаю, что мы в детстве Жили сначала На месте нынешней гостиницы Лена Стоял такой дом Двухэтажный Деревянный И мы жили там сначала Это я уже помню Где-то мне было года, наверное, два с половиной Так, три И после этого, когда его снесли Мы, в общем, жили у родственников У друзей Как-то так вот Уже с детьми То есть я, мой брат И Потом уже театр нам вот Как-то выделил Квартиру Тоже вот на улице Белинского Долго стоял этот дом Рядом с университетом И папа всячески старался Если он куда-то уезжал Особенно, вот я помню В 57-м году В Москве прошел Фестиваль молодежи и студентов И его туда послали Там была большая делегация Из Якутии И Сергей Зверев Там, кстати, был Ольга Иванова Очень многие там были И он привозил всякие Красивые такие вот Для вазочки Вот для дома Чтобы было Очень такие Чтобы создать уют дома Хотя еще пока не было У нас своего дома Мы переезжали все время Вот И Потом уже, когда Мы подросли Мы, конечно, все время Были в театре На работе у папы и мамы Театр тогда был объединенный Саха-театр И театр оперы-балета Раньше назывался Музыкально-драматический театр И в детстве Мы всегда ездили На гастроли Особенно летом Во время эсэха Мы всегда ездили С родителями Нас не на кого было оставить А почему вы, дети Гаврила Колесова Выбрали профессию В области культуры И искусства? А детьми Мы были на гастролях С родителями И вот по всем Центральным улусам Мы ездили И очень весело было Особенно во время эсэха Проводились соревнования же Там побегу Там кобах Там эстана И все это прочее И кто вы думаете Призы все собирал Там Среди женщин Среди мужчин Балет Наталья Христофорова Вообще чемпионка была Анатолий Утургашев Геннадий Баишев Геннадий Семенович Баишев И нам доставались Такие большие Призы Куски Такие мясо Подругой меня Подружкой Называла Марина Попова Эджи Марина Я тогда маленькая была Еще В начальных классах Очень интересно Тогда было Дорого А потом уже Папа решил Что мы должны стать музыкантами И Меня И братьев Обучали уже В Ленинграде В школе Музыкальная Специальная музыкальная школа При консерватории Ленинградской Там интернат И дети Со всего Советского Союза Там учились В детстве Нас водили В Мариинский театр Бесплатно Мы сидели На самом верху На третьем ярусе И видели Такие потрясающие Постановки И таких артистов Которые сейчас Легенды просто Барышников Который уехал В Америке Сейчас у него там Балет Он уже сам Старенький стал Очень многих Мы там видели То есть мы как бы Папа не даром Жена нас туда отправила Я тоже вам рекомендую Если что У вас будет Такая тяга Вернуться же Вы всегда сможете А в Петербург Тогда вот именно Был такой очень Аскетичный Но в этом Аскетизм Была своя Такая строгость Линии Классическая Такая выверенность Пропорций Такой какой-то Если вот просто Бродить по улицам Одному То чувствуешь Какую-то Такую энергетику Вот он старался Дать нам образование Понимая, что Я очень хотела Например, стать балериной Когда была маленькой Ну, как многие девочки Но папа понимает Что срок балетного артиста Не долг Он хотел, чтобы мы стали музыкантами И вот мы все трое Стали музыкантами Младший брат Нас живет в Карелии Далеко отсюда Он там после учебы Женился И остался Тоже музыкант Трубач На трубе играет Он преподает Играет в оркестрах И у него двое детей Вот А средний брат Здесь преподает В высшей школе музыки И мы все там Окончили школу Окончили консерваторию И вернулись на родину Хотя, в принципе Нас тоже Взвали в другие регионы Работать И могли даже В Ленинграде остаться тогда Но Как-то вот Папа патриот Своей родины Поэтому мы тоже сюда приехали И вернулись Какие работы проводятся По увековечению памяти Вашему отцу? Ну Такой особой работой Я не знаю Проводится или нет Ну Например Вот У папы есть ученица Варвара Валерьевна Баюкова Она очень много Делает для этого Отделение фольклорное В колледже Имени Жиркова Там висит Памятная доска На классе Где преподавал Папа И многие вот Те, кто закончили Это фольклорное отделение Они, конечно, несут его Идеи Его Как бы Служение Передают Своим ученикам Дальше Дальше Габриил Габриил Габриилевш Кулисов Отто Оттан Этар ба күрдук Отчелырға Улханнык Иргето Юккадаганы Олын қоғыда Аны Болгымтахуа Габриил Мелджиа қалы Данган кеппетинен Мелджиа қалы Иргеттін Иргеттін Иргеттіп бұтынан Иргеттіп бұтынан Куликовска Былыргылы Алгыхеттан Хағла Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok